Дорогие братья и сестры, Христос Воскресе! Хочется всех вас поблагодарить. И тех, кому удалось приехать, особенно тех подвижников, которые за сотни и даже больше тысячи километров приехали в Москву. И тех, кто не смог приехать, потому что автомобили через океан не могут переехать. И всех, кто просто хотел, или кто заболел. Всех тех, кто молился. Тех, кто не молился, но сочувствовал нам. По моим подсчетам, на нашем молитвенном настоянии было 75 тысяч человек. Я так, конечно, грубо считал. Потому что я уже рассказывал. Беседы с батюшкой, что вот, если взять площадь Храма Христа Спасителя, он вмещает 10 тысяч человек. И вот этой площадью промерить всю ту площадь, которая была занята народом, получается примерно 75 тысяч человек. Вот. Но, в общем, это не так важно. Потому что я-то вообще рассчитывал, что будет 50 тысяч. Но, по милости Божией, даже больше. То есть мы, как Путин, думали, что будет 52 процента, получилось 63. Так сказать, с превышением. Что очень радостно. Господь послал погоду хорошую, солнышко было. Патриарх сказал замечательную такую речь. Я всем очень рекомендую, кто еще не слышал, найти ее на сайте Патриархии. У нас она будет обязательно напечатана. Обязательно ее выслушайте. Очень важно. Там очень такие важные мысли сказаны по этому поводу. И, в общем, конечно, это никак лучше нельзя было отметить День Бородина, вот как этим, таким православным боем. И, конечно, вдохновение было необыкновенное. У людей просто слезы лились. Я оказался стоящим довольно высоко и видел огромный сектор народа. Поэтому у меня была такая удобная точка зрения. Поэтому, конечно, до сих пор как-то такое в душе возвышенное настроение, радостное. Просто действительно такая опасность. Никогда в жизни ничего не испытывал. Я участвовал в ошеломительных таких мероприятиях, в которых участвовало более миллиона человек. У меня есть такой опыт. Но такой совместной молитвы православных никогда не было. Хотя участвовал в больших службах, в патриарше, под открытым небом. Но все-таки что-то необыкновенное. Я думаю, все, даже кто через экраны приобщался к этой молитве, я думаю, тоже каким-то образом это почувствовали. Потому что мне звонил один мой очень хороший друг, Леня. Он держит ресторан такой очень хороший. И говорит, батюшка, вот я не смог приехать. Но вот о том, что вы там испытали на этом стоянии, я из ваших слов просто как-то почувствовал. То есть, видите, оказывается, этой радостью можно делиться с другими. Они будут испытывать такой же духовный, я не побоюсь сказать, трепет. Поэтому от всей души вас благодарю. И в связи с этим, и в результате того общения с небольшим количеством наших блогеров, которым нам удалось собраться, найти, пришла в голову одна идея. И вообще собраться вместе нам, и это будет в первой декаде июля. Вот, поэтому так, это время для себя освободите. И вот, я думаю, мы все соберемся, обсудим наши проблемы. И может быть, уже из тех вас, наших участников, которые захотят вообще, ну, как-то нашу такую деятельность расширить. Мы подумаем, вам сообщим. Я думаю, соберемся в Москве, к сожалению. Вот, хотя я не знаю, какой у нас регион самый активный, трудно сказать. Но вообще, хотелось бы вообще какую-то статистику навести. Тоже надо об этом подумать. Вот, чтобы, ну, в каждом регионе у нас были свои представители. И мы можем расширять, и, может быть, действительно в нашем блоге какие-то публиковать. И ваши комментарии, может быть, помимо текстовых, может быть, с какими-то видеокартинками, вот, или фотографиями. Было бы интересно, просто отдельная рубрика. И так расширять деятельность. Может быть, сделаем еще дополнительную интернет-газету. Вот, но для этого все, люди, нужны люди и средства. Вот, поэтому вот обо всем нужно поговорить. Поэтому мы приедем в Москву на целый день. Даже я уже поговорил с одной нашей прихожанкой. У нее есть своя гостиница, что 300 человек можем даже разместить гостей. Вот. Скидки там, я думаю, нам будут. Вот, поэтому я надеюсь, что увидимся в большом количестве народу. И только наше, ну, не побоюсь сказать, что это наше электронное паство. Вот. Поэтому, знаете, такое ощущение было после этого события. О, дождичек пошел. Что просто, я не знаю, у меня как-то сердце наполнено такой любовью ко всем вам. Что вы мне стали такие родные. Я все комментарии ваши прочитал. Все, все, все. Понимаете, не мог даже в таком волнении ночью заснуть. Вот. И пока последний комментарий не прочитал, не уснул. Вот. Сейчас уже выспался и решил вас всех помогать. Спасибо вам, что вы есть, что вы разделяете наши чувства и мысли. И пусть все те, кто увидели нашу молитву, услышали ее, увидят, что в России не одни только бесы, а есть еще огромнейшая сила. Наша православная вера. Аминь. Спасибо всем, Господи. Христос воскресе. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.